Настоящее безумие И знаете что? Это, пожалуй, одна из немногих игр, на которую из-за вот этого всего не захотелось забить Меня зовут Мадлер, это портал Гоха Рум, давайте посмотрим почему Для начала хотелось бы отметить, вот эту тему с Зависоном победить не вышло, во всяком случае мне Чего я только не перепробовал, и ставил английский язык субтитров, и колдовал с настройками лаунчера Ориджин Если у вас что-то получилось, обязательно напишите об этом в комментариях, нам же еще в это играть вдруг пригодится В последний день теста, кстати, проблемка как-то самоликвидировалась, и в ту же крепость или фриплей можно было попадать хотя бы через раз Это, так сказать, внушает определенные надежды Ну и раз уж заговорили про проблемы, была еще одна При попытке записи Энзем на выходе получалось знатное слайд-шоу То есть в игре все нормально, фпс выше всяческих похвал, а когда пересматриваешь, что там наснимал, складывается ощущение, что игру запустили на ультра-настройках графики на каком-то калькуляторе Как оказалось, в ОБС это лечится замена используемого кодека В настройках видео есть такая графа-кодировщик, вот там все и меняется, пользуйтесь на здоровье Далее, я, наверное, совру, если скажу, что меня не посещали мысли снести Энзем к чертям собачьим до лучших времен Такое было, но когда мне все-таки удалось немного поиграть, я решил, что можно и пострадать, немножечко раз тут такое Во-первых, лично меня игра сразу покорила графонием Кто-то, как всегда, скажет, что графика не главное, но мне хочется видеть в 2019 году достойную картинку И Энзем мне такую возможность предоставляет Эффекта вау, конечно, она не вызвала, потому что и это во-вторых, эффект вау вызвали полеты Да, джавелины, эти высокотехнологичные машины для убийств, которые вы каждый раз запрыгиваете, покидая Форт Тарсис Могут, ко всему прочему, еще и летать Летать, зависать в полете, чтобы сверху поливать врагов кто чем гораст Пикировать с небес, а кихищная птица на добычу, и главное тут следить, чтобы двигатель не перегрелся Прям очень помогает в этом плане, если вы будете держаться поближе к воде Я более-менее прокачал два джавелина, и оба они совершенно по-разному вели себя при полете Рейнджер, например, второй по подвижности экзокостюм в игре, может выписывать в воздухе различные пируэты, уходя от атак Колосс, который я выкачивал вторым, был менее подвижным из-за своих габаритов Зато мог, как метеорит, объятый пламенем, с неба шандарахнуть врагам по черепушечке У Шторма, насколько мне известно, лучше всего получалось зависнуть над полем битвы и оттуда поливать все огнем и молниями Короче, это все частности, будем разбираться с ними после того, как игра выйдет в открытый доступ, но суть вы уловили Овердафига Вэнзом завязана на механике полета Это прям отдельный кайф, если бы еще какой-нибудь VR-девайс прилепить к этому всему, уверен, ощущения были бы еще более бомбическими Кто-то уже пробовал ныть по поводу того, что наклава мыши летать неудобно Не знаю, на начальном этапе, конечно, были проблемы, но уже через пару боев я себя чувствовал в небе, как рыба в аквариуме То есть в целом полет нормальный, но если что-то пошло не так, ближайшая стена гора дерева обязательно прекратят мучения В демо-версии дали пощупать самую малость будущей кампании Вы добываете какой-то многогранник, отдаете его какому-то матиасу, тот его включает И, скажем так, вся многогранность его натуры раскрывается как в прямом, так и в переносном смысле Реальность, оказывается, менее стабильна, чем мы можем себе представить А когда инструмент творцов взаимодействует с гимном, уравнение рушится Эм, я понял, что ничего не понял, но с удовольствием посмотрю, что из этого всего получится на выходе Ожидать чего-то супер-пупер не стоит, однако вряд ли Байвер будут улить откровенную халтуру К тому же за сценарий отвечал Дрюк Арпишин, а у него за плечами целых два масс-эффекта и аж целое Star Wars The Old Republic В общем, не должно, но мало ли Также была доступна одна так называемая крепость, Шахта Королевы Некий аналог налетов из Destiny, насколько я понял Выбираем уровень сложности, которых, к слову, несколько А Магистр 1, 2 и 3 таки вовсе откроются по достижению вами 30 уровня Потом подбирается группа, а потом все наглухо виснет на 90% загрузки Но это мы с вами уже проходили, поэтому перезапускаем игру и не отказываемся, когда нам предлагают присоединиться к прошлой сессии Суть довольно проста, но собирать частей чего-то там, параллельно отбиваясь от огромной толпищи мобов разного уровня паскудности В самом конце, естественно, не обойдется без босса В Шахте Королевы мы сражались с огромной паучихой, которую надо было убить за несколько заходов Проходить лучше всего сразу на харде, если вы, конечно, более-менее научились управлять дживелином Там и челлендж посерьезнее, и награда послаще Кстати, о птичках, если честно, я так и не определился, где награда вкуснее, в крепости или в свободной игре Скорее всего, в первой лучше выбивать новые вещи, а во второй ресурсы для крафта Как-то так Свободная игра — это еще одна часть энзим, которую нам дали пощупать в демке Тот самый открытый и большой мир, о котором было столько сказано И да, он действительно немаленький Мир игры условно разбит на локации Большая дорога, крепость рассвета, пост исполина, восточные врата, куда и забрасывает игрока-сотоварищей в режиме фриплея В демке было доступно только две локации, но суть, думаю, ясна Летаешь себе безмятежно, изучаешь обстановку, природу и любуешься И параллельно выискиваешь случайные события, которые генерируются тут и там по всей локе Если охота, можно и просто так обувь помолотить Или, например, в паблик-данж сходить Это такие пещеры, отмеченные на карте Доступно было несколько штук, но на глобалке их куда как больше Надоело? Из меню карты зажимаешь F, забираешь награду и все Добро пожаловать обратно в Форт Тарсис Это очень важное уточнение, я, допустим, не сразу допер до того, как вернуться из фриплея в Бастион Сам Форт Тарсис, откуда нам предстоит раз за разом отправляться в экспедицию, относительно небольшой Пообщаться во время демо-версии можно было буквально с парочкой неписей Но задел на будущее чувствуется Некоторые из НПС явно будут активны в полной версии игры А значит нас ждут как минимум сайд-квесты, можно будет поторговать, продать лут и вот это все Лично у меня локация вызвала стойкое ощущение дежавю По антуражу и ощущениям она очень напоминает Цетус перед равнинами Эдолона из Warframe Ну да, а как же без сравнений Только вот сравнивают Энзем почему-то все больше с Destiny 2 А мне почему-то кажется, что Warframe здесь будет более уместен Ведь сравнивать надо с первоисточником А учитывая то, как раньше Destiny распекали за излишнюю схожесть с Warframe Первоисточник явно не Destiny Кстати, я тут подумал, еще немного напоминает Monster Hunter World Чуть-чуть, самой малость Во фриплее Ну то такое, вкусовщина и жуткий субъективизм Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу Начинали мы сразу на 10 уровне Прокачаться можно было до 15 Из доступных дживелинов были все Но объективно пощупать получилось только двух И времени не хватило, и я как не старался, так и не смог приобрести себе третий экзокостюм Нельзя Насколько я понял, в полной версии игры Они будут открываться постепенно по мере прохождения Но уже в следующем тесте, который состоится с 1 по 3 февраля И на который пустят прям всех желающих Участникам демки обещают сразочке предоставить доступ ко всем дживелинам Так сказать, за особые заслуги, терпение и просто потому, что могут Это интересно, я бы, пожалуй, еще глянул на Шторма Раздавал он в рейдах знатно Крафт, кастомизация, оружие Этого всего мы более подробно коснемся в следующем видео Надо же что-то и на потом оставить, верно? В двух словах Оружия даже в демо-версии было овер дофига На дживелин можно повесить любое по вкусу Есть 3 слота под снаряжение, 2 слота под оружие и 6 слотов под побочки Чтобы что-нибудь скрафтить, необходимо добыть ряд ингредиентов Добываются они, разумеется, все в тех же экспедициях Потом идете в кузню И чем круче по качеству скрафченный предмет Тем больше и необычные компоненты нужны для его создания В общем и целом все интуитивно понятно Тир шмотки определяется ее цветом Например, зеленая обычная, синяя необычная и так далее Все это в принципе было доступно в демке Единственное стояло ограничитель по максимальной силе предмета 20 Способностей у дживелина тоже немало Так что какой-никакой билд под себя путем проб и ошибок Собирается без проблем Я вот играл на колоссе и знаете ли, поначалу он у меня совсем не тащил Плюс к этому есть обилки, усиливающие те или иные способности А кастомизация позволяет вам создать вот такое грозное боевое яйцо И еще В демо-версии нам начислили 2500 условно голды За которую можно было купить себе всякой внешки из расчета по 25 за штуку Такого аттракциона невиданной щедрости, естественно, не стоит ожидать на старте проекта А вот закинуть себе денег на счет, видимо, будет можно Правда, рядом мелькал еще какой-то вид валюты Поэтому предположу, что вся или некоторая внешка будет доступна за внутриигровые заслуги Иными словами, вместо того, чтобы платить свои кровно заработанные, можно просто позадротить Гринда в эндом, судя по всему, будет вагон и маленькая тележка Ведь все завязано на улучшении экипировки вашего дживелина Что ж, воздержимся пока от каких-либо выводов Но для демо-версий все вообще было очень и очень неплохо Завычно в некоторых моментах и того, что в заявленное время вообще никто поиграть не мог Пишите, как всегда, в комментариях свои впечатления от игры Если вам также удалось принять участие в тесте Подписывайтесь на нас везде И если еще не подписаны, не забудьте прожать свой царский лайк этому видео Меня зовут Мадлер Это был небольшой обзор демо-версии Энзем от портала GoHaru И еще услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok